Вот он, какой интересный этот белый яр. Земля, вернее, в белом яре. Так, тут облепиха и полынок по дорогам растет. Песок, полынок. Вот туда по этой песчаной земле я о чем подумала. В этом году мы решили положить плитку. Ну, вдоль дома. Обновить. Насыпали подушку и какое-то время не могли положить эту плитку. И вот на собачьих ногах, на моих, ну, без конца каждый день мету. Везде один песок. И вот здесь у людей, наверное, то же самое. Еще обратила внимание, что как необработанные участки у людей. Ни одного я участка пока мы шли не видел, чтобы было что-то уросло такое. Ну, конечно, осень, понятно. Но видно, что действительно земля не обрабатывается. Какой-то газон в лучшем случае. Просто заросли. Как жаль. Все люди покупают в магазине. Хотя живут на земле. И здесь в Белом Яре очень вкусная картошка у них. Замечательная на земле. Очень вкусная. На песке. Очень вкусная картошка. Но даже ее теперь покупают в магазине. Вот времена настали. Оползневая зона. Ну да, действительно. Подмывает берег. И жителям тем, кто заинтересован. Вот, например, как моя сестра, чтобы дом у них, старый дом вот здесь. Там новый в конце огорода. И вот, чтобы этот старый дом не уплыл, они, конечно, заинтересованы в том, чтобы, ну, как-то самим, своими силами этот оползень предотвратить. Смывание берега. И люди, конечно, идут на траты. Не ждут помощи ни от кого. Вот, например, племянник у меня находил где-то в разборные дома. Такие под демонтаж. И заказывал, покупал, заказывал машины, специальное оборудование, чтобы привезти огромные такие плиты. Ну, в общем, все то, что не нужно в строительстве. Ну, вот, в данном случае будет служить укреплением берега. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А сейчас вот осталось только... Ну, машина пока еще подъедет, конечно. Ну, вот берег очень сильно подмывается. Все сюда идет вход. И бревна. Ну, вот там далеко, с той стороны, они укрепляли довольно-таки серьезно в этом году. Вот так. Вот с этого я начинала свой рассказ. И... Вот еще раз... Покажу этот берег Волги. Можно сказать, Волги нет. Так тихо. Сегодня вечер я поеду домой. Поплыву. Поплыву домой. Солнышко, как интересно светит. Лучи сквозь облака видны. Теплая осень золотая. Так красиво. Облетают последние листья с деревьев. Ну, там сосновые леса. Здесь у них на песке сосновые хорошие массивы. Село. Когда-то был большой, хороший колхоз. Но, как у нас, почти везде. Только дачники и доживающий век. Деревенские жители. Многие уезжают. Смотри, небо какое красивое. Жень. Вот оно, обрушение. И вот набросали таких блоков из разрушенного здания. Покупали. И нанимали машину специально. Это вот выросло. Это вот когда-то здесь тоже предыдущие люди устанавливали. Тут уже у сестры сын, применник мой. Все это здесь укрепляли. А вот такое разрушение, когда никто не укрепляет. Вот, пожалуйста. Сколько грунта, земли, территории уходит в Волгу. Вот очень много. Такая мощь невероятная. А вон, я вижу, наверное, опять лебеди. О, далеко-далеко. Вот в таких сапогах я в рыбацких зайду в лодку. Потому что я в прошлый раз, когда приехала, зачерпнула воды. Капитально хлюпала зеленой водой. Вот сейчас, по-моему, зеленка отошла. Относит ее волной. Сейчас посмотрю. Засасывает? А? Глубоко? Вон лебеди, да? Лебеди? Жень, вон лебеди. Кто это? Вон едут. Едут? Где катер? Я не вижу. На береге уже появился. Да? Белый. Ну, вода сегодня не такая, зеленая. Да, Саша, такая. Угу. Вчера так вообще каша была. Там черемшаны сколько километров? Километры 3-4. Да, залива. А потом все залив. Ну, там рыбные места, что ли? Ну, кончено. Во всех заливах. Здесь, в раз. Угу. Это, в Белое море. Голое море. Да, в Голое море. Закат сейчас здесь. А когда я летом приезжала, закат был вот с той стороны. Все смещается. Да, да, да. Закат сейчас здесь. Вот как красиво. Небо сравнялось с рекой. А здесь у нас... Ой, как хорошо. Вот как красиво. В какой красоте живем. У меня есть целый... Вот такой плейлист. В какой красоте живем. Посмотрите, как здорово. А, сейчас я спросил. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok